Безмозглая агрессия против России. Руния Тофтигор Сельсинг, Елайн Спастин, Дания. 30 марта 2018 года. Ханжество нашей агрессии по отношению к России достигло такой концентрации, что хоть ножом речь. Россия упрекает в том, в чем Запад сам регулярно оказывался виновен. Возьмите обвинение в том, что Россия, совершенно безрезультатно, пыталась повлиять на американские выборы. Это дело следует рассматривать как повседневное явление на Западе. Американские исследователи пытались посчитать, в какое количество выборов вмешивались США после Второй мировой войны, и насчитали минимум 80 известных случаев. Также были свергнуты несколько режимов, а еще выяснилось, что США много лет прослушивали телефон Ангела Меркель. А что касается весьма вероятного покушения России на двойного агента Сергея Скрипаля, которого русские судили за государственную измену, но потом выменяли его у британцев на своего. Определенно, серьезное дело, но не менее серьезная вербовка агентов за границей, чтобы те поставляли государственные тайны, как это сделали сами британцы со Скрипалем. Также мы можем попробовать провести параллели с американскими беспилотниками, убившими столько гражданских, что их число будет даже не двухзначным. А помните ту истерику вокруг Гуантанамо? Но с точки зрения пиара, конечно, выгоднее ликвидировать тысячу человек при помощи атак беспилотников. Ханжество еще интенсивнее проявляется в вопросе о Сирии, в связи с которым многие на Западе сильно раздражены российской поддержкой президента Асада. Давайте посмотрим на объективные факты. Запад лилиял свой альянс Саудовской Аравии и оказывал поддержку полностью и частично исламистским силам, угрожая свергнуть Асада. В результате произошел жестокий мятеж, который, к счастью, если считать человеческую жизнь важным фактором, сейчас постепенно сходит на нет. Проливать кровь никто не планировал, но таков оказался результат. А поддержка России Асаду только сократила войну. Легитимность нельзя приписать ни одной из сторон. Запад заботился о своих стратегических интересах, Россия – о своих. Но если бы Запад изначально не вмешался в конфликт, крови было бы пролито значительно меньше. А если бы Запад не начал ту потрясающую в своем идиотизме войну в Ираке, никакой гражданской войны в Сирии вообще бы не было. Ну а теперь самое главное – аннексия России и Крыма и вторжение на Украину действительно довольно серьезны. Затянувшийся холодный конфликт, который в итоге закончился применением военной силы. Потому что да, это скорее было завершением конфликта, а не его началом. США много лет вливали в страну деньги, чтобы повернуть ее в западном направлении. Астрономическая сумма более чем в 5 миллиардов долларов была опущена на создание демократических институтов, по словам тогдашнего заместителя госсекретаря США. Если вы – сторонник теории Фукуемы, которая гласит, что либерализм – это конец истории, то вы отнесетесь к этому как к самоотверженному содействию развитию страны. Но с российской то точки зрения это просто какая-то чуждая сила попыталась захватить соседние территории. Так обострился конфликт. Янукович позволил себе в лучших традициях демократии отказаться от договора сотрудничества с ЕС, чтобы вместо этого подписать торговый договор с Россией. Такие вещи не остаются безнаказанными. Украину повергли в состояние, напоминающее гражданскую войну, и кровавое антидемократическое восстание, наконец, заставило президента бежать из страны. Его свергли в ходе, объективно, недемократического переворота, который шел вразрез с Конституцией. Так что США все-таки удалось под него подкопаться. Правда, досадно, что русским удалось подслушать разговор, в котором два высокопоставленных американца из внешнеполитической службы обсуждали состав украинского правительства после переворота. На это Россия ответила анниксией Крыма и введением войск на восток Украины. Запад ответил санкциями. Это уже история. И ни одна из сторон не хочет слушать другую. Но если мы углубимся в вопрос легитимности российского интереса к Крыму и Восточной Украине, можно сделать иной вывод. По сути, речь идет о российских регионах. То, что Крым русский, говорит само за себя, и США вряд ли как-то могут это оспорить. Но почему, собственно? Потому что это заложено основным принципом доктрины Вильсона, разработанной в 1918 году по вопросам проведения границ, а именно национальным самоопределением. Речь идет о русской нации в пределах государства Украина. Само собой, их стремление отделиться, естественно и справедливо. Кроме того, это единственный долгосрочный мирный выход. Угрожает ли Россия Западу? Конечно, да. Хотя она и на четверть не настолько агрессивна, как американцы в последние 50 лет. Но все-таки нам, конечно, нужно себя обезопасить с помощью вооруженных сил. Переговоры лучше всего вести с большой дубиной в руке. Тем не менее, единственно верный путь, это разговаривать с Россией, уважая явный конфликт интересов. Русские заботятся о своих интересах точно так же, как это делают другие независимые страны, и трудных в этом упрекнуть. Это и близко не так опасно, как тот фальшивый идеализм, который во многом движет внешней политикой Запада. Мы устраиваем повсюду цирк, как культурно-невежественные идиоты, и не понимаем, что наше стремление со своими благими намерениями вмешаться в дело других стран воспринимается как жесткая агрессия. Это опасно, понимаете? Именно этот воображаемый универсализм мешает западным лидерам позаботиться об интересах собственных народов и сесть за стол переговоров с Россией. Мы считаем, что все делится на хороших и плохих, слепы к культурным различиям против всех остальных.